Каждый день мы получаем очень много обращений по рабочей визе в США. Если быть точнее, то не реже, чем каждые 20-30 минут почти круглосуточно. Очень много людей хочет узнать, как уехать жить и работать в Соединенные Штаты, чтобы улучшить свой уровень жизни или с какими-то другими личными целями. Мы делаем большой цикл видео, в которых ответим на все вопросы, которые возникают у желающих уехать работать в США. Впереди вас ждет много видео об особенностях, правилах и секретах оформления различных типов рабочих виз. После просмотра этих видео вы сможете смело считать себя специалистом по рабочим визам в США. Если еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Начнем с самого интересного. Какие типы рабочих виз существуют, что вам нужно сделать и какие документы нужно будет предоставить в посольство, чтобы открыть визу. Обязательно досмотрите видео до конца. Меня зовут Юлия Голиневич, я эксперт по визам и эмиграции и руководитель миграционного агентства. Обращаю ваше внимание на то, что мы никого не призываем уехать работать за границу. Мы предлагаем информацию о специфике законного получения рабочей визы в США для тех, кто интересуется и старается разобраться в этом вопросе. А таких очень много. Начнем с самого интересного. Это реальные цифры. Только представьте, что почти 2 миллиона украинцев мечтают о том, чтобы переехать жить в США, и только 67 тысяч человек в год все-таки получают визу. Полтора миллиона украинцев каждый год участвуют в лотерее Green Card. Из них только 5 тысяч человек получают визу, выиграв лотерею. И только 150 тысяч человек в год пробуют подаваться на визу в США. То есть почти 90% мечтающих переехать жить в Штаты ничего активно для этого не делают, кроме участия в бесплатной лотерее. В то же время чуть меньше половины тех, кто предпринимает активные действия в направлении своей мечты, в итоге получают свою визу. В глазах обывателя, который еще не успел разобраться во всех тонкостях, поездка поработать в США выглядит примерно так. Нашел работодателя в интернете, получил контракт на работу, пошел, получил визу в США и уехал. А еще хотелось бы, чтобы и авиабилет купил работодатель. В реальной жизни все немного сложнее. В соответствии с иммиграционным законодательством США, если вы желаете временно работать в Соединенных Штатах в качестве неиммигранта, вам необходимо получить специальную визу, в зависимости от типа выполняемой работы и ваших личных особенностей. Для большинства категорий временных рабочих виз требуется, чтобы потенциальный работодатель или агент на территории США подал петицию, которая должна быть утверждена Службой гражданства и иммиграции США еще до вашего обращения за рабочей визой. То есть, проще говоря, будущий работодатель должен получить разрешение на трудоустройство конкретного сотрудника, чтобы он потом мог с этим разрешением подаваться на визу в своей стране. Это не просто контракт. По сложности это ничем не легче, чем получить какую-то лицензию или сертификат в США и требует от работодателя затрат денег и времени. В этом основная сложность процесса получения рабочей визы. Ведь работодатель должен тратить свои силы, время, а в некоторых случаях и немалые деньги для того, чтобы получить разрешение на ваше трудоустройство. И поверьте, просто так, если он действительно в вас не заинтересован, как в ценном сотруднике, он навряд ли будет напрягаться. США очень ценят время. И оно стоит очень дорого. И там достаточно много местных нелегалов. И если работодатель захочет так рискнуть и сэкономить, ему есть из кого выбирать из тех, кто уже находится в США. В то же время, если работодатель нуждается в каких-то ваших уникальных способностях, то он, конечно же, пойдет и попробует получить для вас это разрешение. Однако, тут тоже есть свои подводные камни. В разрешении могут отказать, или тип визы может быть квотированный, и квота уже исчерпана. Или документы, поданные на петицию, могут быть заполнены с ошибками. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и то, на что нужно обратить свое внимание. Возвращаемся к визам. Предположим, вы нашли своего работодателя, и он уже получил одобрение петиции. Теперь нужно разобраться, какой тип рабочей визы вам нужно получить. Список типов виз вы найдете в комментариях, а я сейчас вам расскажу о них более детально. Будьте внимательны, это важная информация, если вы этим интересуетесь. Типы виз делятся на категории, которые легко узнать по определенной букве. Визы категории R – это виза для религиозных работников. Думаю, здесь ничего не нужно объяснять. Визы категории H – для работников различной квалификации, сезонных сельскохозяйственных работников, а также стажеров и членов семьи вышеупомянутых работников. Визы категории L – для сотрудников международной компании, при переводах между филиалами компаний. Такими типами виз, например, обычно пользуются сотрудники компании Microsoft, а также близкие члены семьи этих сотрудников. Визы категории O – для лиц с выдающимися способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса и спорта. И тут подразумеваются действительно выдающиеся и общепризнанные достижения личности. Визы категории P – для спортсменов, артистов и деятелей культуры, которые едут в США для осуществления профессиональной деятельности. И визы категории Q – для участия в программах международного культурного обмена. Это основные типы рабочих виз. Особенности, которые могут вас беспокоить при получении рабочих виз в США, которые получают через петицию, заключаются в следующем. Посольство США может рассматривать заявление на визы этих категорий в период до 90 дней до даты начала трудовой деятельности, указанной в форме А-797. Однако при планировании поездки следует учесть, что в соответствии с федеральным законодательством США въехать в штаты по визам, указанных выше категорий, можно не ранее 10 дней до даты начала вступления в силу статуса занятости, указанной в форме А-797. То есть подавать петицию работодателю нужно за 3 месяца до вашего планируемого трудоустройства. Список документов на указанные типы рабочих виз стандартный и включает в себя заполненную анкету DS-160 за грандпаспорт, фото, письмо приглашения на собеседование. Консульский сбор составляет 190 долларов США. Оплачивается в Украине в национальной валюте в банке «Аваль». Также на собеседование с собой нужно обязательно взять номер петиции, которую подавал работодатель. Оригинал или копию самой петиции брать не нужно. Еще есть виза для домашних работников. Она отличается от всех других типов рабочих виз. Это единственный тип рабочей визы, который не требует от вашего работодателя в США подачи петиции на разрешение на ваше трудоустройство. Все потому, что принцип этой визы немного другой. Вы продолжаете работать на своего работодателя, на которого вы уже работаете в своей стране, и вместе с которым вы временно приезжаете в США. В описании будет ссылка на видео по этому типу визы. Там все очень подробно рассказано. Вкратце, для тех, кто не смотрел, это неиммиграционная виза категории B1, которая позволяет домашним работникам поехать со своим работодателем в США. К домашним работникам относятся повара, дворецкие, водители, горничные, няни, помощницы по хозяйству, садовники и оплачиваемые компаньоны. Если же ваш работодатель находится в США по визе A1, A2 или G1, G4, то вам нужно будет оформить визу A3 или G5. Этот тип визы считается неиммиграционным, так как позволяет находиться с вашим работодателем короткий промежуток времени в США и не подразумевает с собой переезд. Но при этом вы продолжаете выполнять свои рабочие обязанности, находясь уже на территории Штатов. Поэтому она и входит в тип рабочих виз. Для оформления такой визы нужен контракт на работу и доказательство того, что вы работали на своего работодателя минимум один год в случае визы B1 и вербальную ноту, подтверждающую статус работодателя, а также дату отправления в США, цель поездки и продолжительность пребывания в Соединенных Штатах в случае оформления визы A3, G5. В остальном список документов не отличается от туристической визы. Паспорт, фото, заполненная анкета, подтверждение записи. Вот пока что все. В следующих видео я подробно остановлюсь на особенностях и сложностях каждой категории рабочих виз. Расскажу интересные кейсы из практики, все ссылки на новые видео мы будем добавлять в описании или в закрепленном комментарии, так что ищите там, будет интересно. Оставляйте ваши вопросы или истории про рабочие визы в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось и было полезным. Субтитры сделал DimaTorzok